Тук-тук-тук И сам поехал с нами Когда мы приехали, в доме уже заканчивалась уборка Мы развесили на стенах плакаты, картины, которые привезли с собой Потом нарезали из разноцветной бумаги флажков Нанизали их на веревочки и повесили под потолком Потом нарвали в поле цветов Наделали из них букетов и расставили на окнах в банках с водой Хорошо получилось Вечером вожатый Витя уехал обратно в город Марья Максимовна, лагерный сторож, которая жила рядом в маленьком доме Сказала, чтобы мы шли ночевать к ней Но мы не захотели Мишка сказал, что мы ничего не боимся и будем ночевать одни в доме Марья Максимовна ушла, а мы поставили во дворе самовар, сели на крылечки и отдыхали Хорошо было в лагере Возле самого дома росли высокие рябины, а вдоль забора огромные старые липы На них множество круглых вороньих гнезд Вороны кружились над липами и громко кричали В воздухе гудели майские жуки Они носились в разные стороны, налетали на стены дома и шлепались на землю Мишка подбирал их и складывал в коробочку А потом солнышко скрылось за лесом и облака на небе вспыхнули красным пламенем Так красиво стало Если бы у меня были краски, я бы тут же нарисовал картину Вверху красные облака, а внизу наш самовар От самовара поднимается дым прямо к облакам, как из пароходной трубы Потом облака потухли и стали серые, как будто горы Все переменилось вокруг Нам даже стало казаться, что мы попали каким-то чудом в другие края Самовар вскипел Мы перенесли его в комнату, зажгли лампу и сели пить чай В окно налетели ночные бабочки Они кружились вокруг лампы, будто плясали Все было как-то необыкновенно, тихо так Только самовар на столе шумит Мы сидим и чай пьем, сами себе хозяева После чая Мишка запер на крючок дверь и еще веревочкой за ручку привязал Чтоб не забрались разбойники, говорит Не бойся, говорим мы, никто не заберется Я не боюсь, так на всякий случай И ставни надо закрыть Мы посмеялись над ним, но ставни все-таки закрыли На всякий случай И стали укладываться спать Сдвинули три кровати вместе, чтобы удобнее было разговаривать Мишка стал проситься пустить его в середину Костя говорит Видно, хочешь, чтобы разбойники сначала нас убили А потом только до тебя добрались Ну ладно, ложись Пустили его в середину Но он все равно, должно быть, боялся Взял в кухне топор и сунул его себе под подушку Мы с Костей чуть со смеху не лопнули Ты только нас не заруби по ошибке Говорим, а то примешь нас за разбойников и тяпнешь по голове топором Не бойтесь, говорит Мишка, не тяпну Потушили мы лампу и стали в темноте рассказывать друг другу сказки Сначала рассказал Мишка, потом я А когда очередь дошла до Кости, он начал какую-то длинную страшную сказку Про колдунов, про ведьм, про чертей и про кощей бессмертного Мишка от страха закутался с головой в одеяло И стал просить Костю не рассказывать больше эту сказку А Костя, чтобы попугать Мишку, принялся еще кулаками по стене стучать И говорить, что это черти стучат Мне самому сделалось страшно И я сказал Косте, чтобы он перестал Наконец Костя унялся Мишка успокоился и уснул Стало тихо, мы с Костей почему-то долго не могли уснуть Лежим, прислушиваемся, как Мишкины жуки в коробке шуршат Темно, как в погребе, сказал Костя Это потому, что ставни закрыты, говорю я А все-таки мы храбрые Не боимся одни ночевать, говорит Костя Скоро чуточку посветлело Стали видны щели в ставнях Наверное, уже рассвет, говорит Костя Теперь ночи совсем короткие А может быть, луна взошла Наконец я задремал Вдруг слышу Сквозь сон Тук-тук-тук Я проснулся Мишка и Костя спят Я разбудил Костю Кто-то стучит, говорю Кто же может стучать А вот послушай Прислушались мы тихо Потом снова Тук-тук-тук В дверь стучат, говорит Костя Кто же это? Может быть, показалось, думаем Вдруг опять Тук-тук-тук Тук-тук-тук Тише, шепчет Костя Не надо отзываться Может быть, постучит и уйдет Подождали Вдруг снова Тук-тук-тук Тра-та-та-та-та Ах, чтоб тебя разорвало Не уходит, говорит Костя Может быть, это Из города кто-нибудь приехал? Говорю я Зачем же в такую познату ездить? Подождем Если постучат еще Спросим Ждем Никого нет Наверное, ушел, говорит Костя Только мы было успокоились Вдруг снова Тра-та-та-та-та-та-та Я подскочил в постели От неожиданности Пойдем, говорю Спросим Пойдем Открались мы к двери Кто там? Спрашивает Костя Тихо Никто не отвечает Кто там? Молчит Кто там? Никакого ответа Наверное, ушел, говорю я Пошли мы обратно Только отошли от двери Тук-тук-тук Трах-та-та-та Бросились снова к дверям Кто там? Молчит Что он, глухой, что ли? Говорит Костя Стоим и прислушиваемся За дверью, будто Об стенку кто-то трется Кто там? Ничего не отвечает Отошли мы от двери Вдруг снова Тук-тук-тук Забрались мы на кровать И дышать боимся Сидели-сидели Не стучит больше Легли Думаем Не будет больше стучать Тихо Вдруг слышим Шуршит по крыше И вдруг по железу Бух-бух-бух Трах! На крышу забрался Прошептал Костя Вдруг с другой стороны Бум-бум-бум Бах! Да тут не один, а двое Говорю я Что же это они Крышу разобрать хотят Вскочили мы с кроватей Закрыли дверь В соседнюю комнату Оттуда был Ход на чердак К двери сто Придвинули И еще другим столом И кроватью подперли А на крыше все стучат То один, то другой То вместе разом Еще третий К ним прибавился Еще кто-то снова В дверь колотить Начал Может быть Это кто-нибудь нарочно Чтобы напугать нас Говорю Выйти, говорит Костя Да накостылять им по шее Чтоб не мешали спать Еще нам Говорю Накостыляют Вдруг их Там человек двадцать А может это и не люди А кто же Черти какие-нибудь Брось, говорю Сказки рассказывать И без сказок страшно А Мишка спит И ничего не слышит Ему хоть бы что Может быть Разбудить его Спрашиваю Не надо Пусть пока спит Говорит Костя Знаешь Какой он трус До смерти перепугается Устали мы Прямо с ног валимся Спать хочется Костя забрался в постель И говорит Надоела мне Вся эта музыка Пусть там себе Хоть голову Расшибут на крыше Очень мне нужно Обращать внимание Я вытащил у Мишки И вдруг слышу Голос Витя Вожатого Откройте Ребята Что там с вами Случилось Полчаса достучаться Не можем Я открыл дверь Все ребята Гурьбой Валились в комнату Витя увидел топор Зачем топор Спрашивает И что у вас За разгром такой Мы с Костей Стали рассказывать Что здесь Ночью случилось Но никто нам не верил Все смеялись над нами И говорили Что это нам С перепугу показалось Мы с Костей Чуть не плакали от обиды Вдруг сверху Послышался стук Тише Закричал Костя И поднял палец Кверху Ребята умолкли И стали прислушиваться Тук-тук-тук Стучало что-то по крыше Ребята застыли От удивления Мы с Костей Открыли дверь И потихоньку Вышли во двор Все пошли за нами Мы отошли от дома В сторону И взглянули на крышу Там сидела Обыкновенная ворона И что-то клевало Тук-тук-тук Бух-бух-бух Стучала она По железу клювом Ребята увидели ворону И расхохотались так громко Что ворона захлопала крыльями И улетела Ребята сейчас же Притащили лестницу Несколько человек Забрались на крышу Посмотреть Что там плевало ворона Здесь в прошлогодние Ягоды рябины лежат Наверное вороны Клюют их И стучат по крыше Закричали ребята Откуда же здесь Ягоды рябины берутся Говорим мы Да тут ведь вокруг Рябины растут Вот ягоды Прямо на крышу И падают Постойте А в дверь-то кто стучал Да Говорит Костя Зачем это воронам Понадобилось дверь стучать Вы еще скажете Что вороны Нарочно дверь стучали Чтоб мы их Переночевать Пустили На это Никто не мог Ничего Ответить Все побежали на крыльцо И стали Осматривать дверь Витя поднял С крыльца Ягоду И сказал Они не стучали в дверь Они клевали На крыльце ягоды А вам показалось Что стучат в дверь Мы посмотрели На крыльце валялось Несколько ягод рябины Храбрецы Смеялись Над нами ребята Втроем Испугались вороны И совсем не втроем А вдвоем Говорю я Мишка спал Как убитый И ничего не слышал Молодец Мишка Закричали ребята Значит ты один Не боялся вороны Я ничего не боялся Ответил Мишка Я спал И ничего не знаю С тех пор Все считают Мишку Храбрецом А нас с Костей Трузами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok